Здравствуйте, с вами Дмитрий из Орла. Давайте сегодня вспомним два фильма, снятых в городе Орле и в Орловских окрестностях, в Орловской области. Два фильма. Первый фильм называется «Свидание». Он был выпущен в 1982 году. А второй фильм «С любовью Лиля». Это фильм 2002 года. 2003, извиняюсь. Замечательно то, что эти фильмы снимались в том числе и на улицах Орла. И можно посмотреть, как тогда именно выглядели дома какие-то, места. Рекомендую однозначно посмотреть хотя бы по одному разу. Всем, кто интересуется городом Орлом, хочет вспомнить, так сказать, как он выглядел. Ведь это замечательно. В то время, когда снимались эти фильмы, мы ходили по улицам тоже, по нашим замечательным, в магазины заходили, одним словом. И даже могли видеть съемочную группу. И вот, так сказать, фильм как капсула историческая. Капсула истории. Вот открываем и смотрим. «Свидание». 1982 год. Режиссер Александр Итыгилов. Но я особо не буду здесь всякие эти читать тексты, слова. Ну, по сюжету, вот коснусь. Клавдия Алексеевна, деловая женщина, приезжает в родной город на открытие филиала Института культуры, где встречает бывшего мужа Ивана. Замечательно, да? Видим актеров известных, которые участвовали Александр Михайлов, Сергей Никоненко, еще другие актеры. Вот. Информация о фильме. И также фильм «С любовью Лиля» 2003 года. «В провинциальном городке живет молодая женщина Лиля, работает на птицефабрике, заботится о пожилом человеке, собственном деде, иногда ходит в гостиницу к тете-администратору, чтобы познакомиться с хорошим мужчиной и всякий раз терпит фиаско. А ей, как любой женщине, так хочется тепла, любви и ласки». Мария Зубанова Лилю играет. Тут актеры такие менее известные, наверное. Вот такая информация. А режиссер Лариса Садилова. Тут, по-моему, в Амцентске. Вот. Места съемок. Фильм снимался в городах Орел и Амцентск. Даже вот призы награды получил этот фильм. Так. А теперь, значит, сами фильмы. Вот ссылочка, по которой вы можете посмотреть ВКонтакте этот фильм. Ну и также и просто ссылку введите. Не обязательно там быть зарегистрировано, чтобы посмотреть фильм. Вот она, ссылочка эта. И любовь, с любовью Лиля. Вот тоже ссылочка. Тоже ВКонтакте. Хорошо. А сейчас мы посмотрим некоторые кадры из фильма. Из фильмов. Про наш город Орел. Фильм, напомню, 1982 года. Вот что это за кадр? Что это за перекресток? Я, честно говоря, вот с трудом узнаю. И даже, можно сказать, не узнаю. Если знаете, что это за перекресток такой, напишите в комментариях. Памятник какой-то. Ну, это, может быть, даже и не Орел. То, что в фильме там сюжет переносится. Из одного города в другой. Да, похоже на то. Вот героиня приехала в провинциальный город, видимо. Вот она на машине едет. Какой-то переезд железнодорожный. Помните номера? 62-11 ОРК. Или ОРЛ. ОРК, по-моему. Это такие вот раньше в Орле номера были. ОРК, ОРЛ. А вот героиня прибыла на вокзал города Орла. Вот узнаем мы здесь часть вот этой вот колонны вокзала с платформы. Это с перона. Они видны. Интересно. Значит, в Орел она уже приехала. Узнаем. Узнаем мы вход в железнодорожный вокзал. Помните, вот здесь вот, в этом, так сказать, павильончике под лестницей продавали трубочки с кремом такие вафельные. Узнается дорожный вокзал. Вход в вокзал Орловский. Также узнаем мы здание дома о культуре железнодорожников на привокзальной площади. Здесь, хоть и проездом, но все-таки виден памятник Поликарпову на Московской улице. И кинотеатр Родина. Видите, на девятой минуте просмотр мы видим кинотеатр Родина. Вот машина с героиней проезжает мимо ТЮЗа, театра юного зрителя на площади Карла Маркса. Обратите внимание, как мало было тогда на улице автотранспорта автомобилей. Дороги практически были пустые. И я помню, их можно было спокойно переходить, без всяких светофоров. Никто тебя бы не задавил. Транспорта было очень-очень мало. А вот героини с бывшим мужем гуляют по левому берегу Орлика. И за их спинами мы видим здание, дом, не помню, как называется, по улице Гагарина, в начале улицы Гагарина. И здание старого Орловского банка кирпичного, дореволюционного. Вот, набережная, банк и дом по улице Гагарина. Напомню, что это известный актер Борис Щербаков играл в фильме «Любовь и голуби». Ой, я извиняюсь, Александр Михайлов. Я их путаю, они как-то для меня похожи. Значит, Александр Михайлов, известный актер из фильма «Любовь и голуби». Мы его помним. Далее они гуляют, по-моему, по парку культуры и отдыха. Видите, деревья тут. С правой стороны улицы Максима Горького, там огни мелькают. Листва. Это осень, в общем, парк культуры и отдыха, я так думаю. А это танцплощадка в парке культуры и отдыха. На ее месте стоит комплекс Колизей. Сфера. Ну, знаете, танцплощадка была такая, огороженная таким забором из решеток. Замечательно. Вот тут вот дом мы видим старый. И машину, думаю, «Москвич». В принципе, дом такой для Орла типичный, тогдашнего старого. А вот они едут по Тургеневскому мосту. И видим мы, что Ленинский Александровский мост, правый берег Орлика и позади там здание Тюза. А это банк красный наш, древолюционный. Вот они едут в деревню под Орлом. Написано, указатель сделали Бегичи, по-моему. Ну, по фильму, по сюжету в Бегичи. А так, по сути, напоминает мне эта деревня Булгаковой горки. Вот именно вот здесь вот, деревня Булгаковой горки, на мой взгляд. Я, конечно, могу ошибаться. Находится. Это, знаете, где? Карачевское шоссе, там, от Образцова, там, недалеко. Ну, может, от Орла километров пять по Карачевскому шоссе. Булгаковой горки, место съемок следующее. Булгаковой горки, это, конечно, интересное местечко, такое, на возвышенности. Это у нас река Орлик протекает. Конкретно это левый, это правый берег Орлика. Течет она по направлению к Орлу. И хочу отметить, что берега тогда были в 82-м году лысые, совершенно без растительности, поскольку здесь было колхозное поле. Сейчас там густые заросли каких-то деревьев. Я это снял. Можете посмотреть по запросу. Из Орла, Булгаковой горки, я именно с этого места снимал вот эту вот местность, всю эту реку. В общем, посмотрите. Из Орла, Булгаковой горки. Запрос в Ютубе, видите? Вот, видите? То есть колхозное поле тут было. А сейчас там, здесь растут всякие деревья. Это вид на реку Орлик, именно с горки, с Булгаковой горок, здесь деревья. Здорово. Совершенно не было растительности тогда. Ну, колхозное поле. В этом фильме, кстати, вот этот кадр с Булгаковой горок, вид на реку Орлик, два раза я вот заметил уже, показывается. Ну, не знаю, может, один раз сняли, два раза показали в разных местах в фильмах. Это утро, и героиня, в общем, тут выходит к этому реке Орлик. Вообще, здорово, конечно, это смотрится. Смотрите, ну, поле колхозное, сейчас здесь растут деревья. Это, значит, правый берег Орлика, это левый. А там у нас Образцово и дальше, так это, Зареченский поселок. В общем, там где-то далеко город Орел, а вот с этой стороны Караческое шоссе. Вот, собственно, почему Булгаковой горки. Вот Орлик, горки такие, горки, горки, горки. Это надо съездить, если хотите. Я вот на вельке туда летом катаюсь регулярно, очень красивая местность. Булгаковой горки по дороге. Вот героиня с этих горок, вот она сбегает туда, к реке Орлик. Летом, утром, рано там они с этим бывшим мужем со своим она переночевала. И, в общем, местность красивая, конечно. Вот, река Орлик. В принципе, вот кто там был в Булгаковой горках, они понимают, что за местность, вот, возвышенность, дорога такая, а слева у нас река Орлик протекает. В общем, замечательный фильм. Посмотреть интересно. А сейчас мы перейдем к фильму «С любовью Лиля». Эти вкладочки закроем с фильма «Свидание». «С любовью Лиля», но я, в принципе, уже просмотрел вот эту вот часть. Вот, прокрутил, что-то рассказал, вот, прочитал. Места съемок «Орелом Ценск». Вот, сейчас мы это дело посмотрим также. Ну, в начале фильма вот показываются сцены на рынке. Я думаю, это Курский рынок, то есть рынок на Третьей Курской. Вот такие вот своеобразные вот эти скаты из поливинилхлорида, по-моему. Рынок на Курской, по-моему. Но могу ошибаться, рынки, в принципе, такие. Может, и в Амцентске был такой же. 2002 год, напомню. Ну, похож, похож на Курский рынок. Вот, место такое, где рыбу, по-моему, продавали. Вот такие прилавки тогда были в 2002 году. Могу ошибаться, конечно, но похоже, похоже на Курский рынок, на наш, на Орловский. Какая птицефабрика, не знаю. Возможно, Орловская была такая птицефабрика у нас. Возможно, там съемки были. Тут у героини работает тетя в гостинице Заря по фильму. Что за гостиница, не знаю. Заря или не Заря, в Орле такой гостиницы не было. Не знаю. В Амцентске съемки были, не знаю. Может, там. А может, табличу поменяли. Как Булгаковы Горки в прошлом фильме на Бегичи поменяем. Ну, вот она зашла в гостиницу, эту Заря, как бы. И такой вот интерьер, вот, видите. Не знаю, что это. В Орле, возможно, такое было. Не знаю. По гостиницам тогда как-то не спец. В 2002 году. Вот у нее по сюжету тетя работает администратором в гостинице. Вот такой интерьер мы видим. Вот в какой гостинице такой потолок, не знаю. Ну, вот эту сцену, мне кажется, в Амцентске снимали. Такие колонны. Колонны такие. На ряды на Орловские похожи. Но это не Орловские ряды. Это, по-моему, в Амцентске такое здание. А может, Орловские? Я уже ни в чем не уверен. Ну, как-то вот низковат потолок. Мне кажется, все-таки это не Орел. А может, Орел? Я не знаю. Честно, забыл. Мне кажется, я когда-то был в Амцентске. Вот там. Вот такой дом там есть. Ряды Амцентские шуль торговые. Тут героиня идет по парку вроде бы. По-моему, это парк Орловских культур и отдыха. Тут героиня на лавочке сидит возле, по-моему, музея Тургенева где-то. Вот тоже узнаваемое место. Какой-то музей Орловский. По-моему, она где-то на территории музея Тургенева или писателя Орловцев. В общем, там где-то. Какой-то вот дом узнаваемый, часть дома. Какая-то лавочка возле стены. Вот забыл, где крыльцо такое было, в каком музее. Похоже, да, на музей Тургенева. Я снимал тоже по запросу из Орла. Музей Тургенева. Можно найти вот этот дворик. А, вот это улица Горького, по-моему, музей писателей Орловцев. С правой стороны там памятник сейчас героям этих внутренних дел. Стелла Горького стояла. По-моему, это улица Горького уже. Да, вот эта улица, здесь у нас Тургенева, а там музей, ой, театр свободный. Ой, как это? Русский стиль, во, русский стиль. По-моему, так. Вот жаль, что эти деревья спилили. Большие, хорошие деревья эти были на улице Горького. Вот это, вот это. Теперь там пни только остались, по-моему. О, ну здесь этот герой спускается с Порожков. Это кинотеатр бывшей Победы. Узнаете, да? На Почтовый переулок он спускается. А здесь был молочный магазин, по-моему. Это на перекрестке Почтового переулка и улица Ленина. Молочный магазин. Да, это вот именно это место. Даже вот время работы видно. А там внизу у нас Почтовый переулок. Вот что интересно, на улице Ленина сделали, как будто транспорт там когда-то ходил. Не, ну он в самом деле ходил, там трамвай ходил. А здесь сделали автобусную остановку. Видите, вот улица Ленина, перекресток. Вот здесь вот малиновая вода слева сейчас. А тут как будто автобус останавливается. А справа у нас кинотеатр Победа. Интересно, так сделали в фильме. Как будто возле кинотеатра Победы есть остановка автобусная. Можно спросить, куда вот этот автобус идет? В областную администрацию, что ли? Там буквально 100 метров до областной администрации. Не знаю, полкилометра. Автобус идет на площадь Ленина, так что ли? Вот запустили автобус для съемок. А сейчас эта улица у Ленина, она вообще там, даже автомобиль нельзя ездить. Что-то я путаюсь. Вот вроде как остановка. А где это здание такое? Вот что это за здание? Вот это я не помню. Какой-то вот спуск такой, здание какое-то. Я не понял вообще. 20 лет прошло, уже не помню. Кошмар. Ой, где она стоит, как будто на остановке, я не помню. Что за здание? Вот где такой берег замечательный? И что там вдали за рекой виднеется, я не знаю. Но, конечно, интересно было бы узнать, где такой бережок под Оргом. Вот эта улочка тоже, не знаю, где эта такая, извилистая. Вот не помню уже. Не знаю, где эта. Что-то знакомое, но не могу сказать. Может деревняка подорву. Ну, здесь тоже, вот улица Горького. Вот посмотрите, эти вот деревья, вот, огромные были, толстые, возле музея писателя Орловца. Вот, к сожалению, уже спилили. Вот такие деревья классные были. Ну, вот, смотрю, час 22-23 минута. Героиня идет по подвесному мосту. Вот это Богоявленский собор, здесь река Орлик. А здесь, насколько я понимаю, слева Александровский-Ленинский мост и река Орлик. Это вот интересно. Вот в прошлом фильме это там был 82-й год, а это 2002-й, а это набережная, значит, левый перек Орлика. И там виднеется банк и, соответственно, дом по Гагарина. Понимаете, то же самое. То есть, такие кадры пристреленные. Можно сказать. А за головой героини здание, где был туалет возле Крывеческого музея. А это, насколько я понимаю, дом, где был магазин. Вот этот юный техник возле подвесного моста на почтовом переулке. Там надпись сделали ресторан. Вот, свадьба там как будто отмечается. Вот, кстати, интересный момент. У подвесного моста стояла будка телефона красная, видите? Вот ларек там мороженое или что там, пирожки и сейчас есть. А вот красная будка телефона, тогда телефоны были такие, две копейки бросали. Вот тогда еще стояла там. Такая красная будка телефона у подвесного моста. И видите, берег огорожен. Вот с заборчиком таким, там еще животные какие-то паслись. А сейчас там типа фудкорт, я не понял, что. В общем, эстрадок такая. Сделали там бережок, там дети танцуют, там вступление танцевальных коллективов. Короче, это детский парк уже. Территория между детским парком и рекой Орлик. Она тогда была огорожена, и там были вольеры, и какие-то животные паслись. Это она идет по почтовому переулку вверх, в сторону улицы Ленина. И плачет, что этот Гинсбург женился на другой. Слева у нас детский парк, сейчас там забор стоит. А раньше катались вот с этой горки, прям вот зимой, прям на санках. А сейчас там заборчик поставили, уже не покатаешься. В общем, почтовый переулок, и вдали слева подвесной мост. Вот это что за дом, я не знаю. Вот какой-то перекресток, где это, не знаю. Не помню. Может быть, это перекресток улицы Лескова с улицы Тургенева. Вот там Лескова, тут Тургенева, а это какой-нибудь там Орловский цирк. Не знаю, был тогда цирк или нет. А там Веселая Слобода. Но это предположение, не могу точно сказать, где это место. Ну, по крайней мере, похоже. Вот автобус ходит, сворачивает с Веселой Слободы на улицу Лескова. А это явно противодвижение машина стала. Тут нельзя так ездить. Так, а это они едут, узнаете. Дом возле Тургеневского моста, со стороны Заводского переулка. А там напротив, через мост, Собор Михаила Архангела. Дом вот этот частный. На реке Орлик, на правом берегу, возле Тургеневского моста. Это они едут. Вот узнается такой дом. Ну, в общем, они там по Тургеневскому мосту проехали. Ну, в общем, первый фильм-то мне гораздо больше понравился. А второй фильм, ну так, по сюжету. А второй с Любовью Лили что-то мне не понравился. Он пошловат несколько. Вот, какие-то там социальные маяки не очень мне близкие. Но, тем не менее, вот, узнаваемые картины, виды родного города. И мест, вот, в частности, Булгаковские горки. Булгакова горки. Это замечательно. Вот эти два фильма. Одним словом, рекомендую посмотреть. Потому что, все-таки, запечатлены места родные Орловские. Интересно. Ну, и люди тоже. Быть так, как люди выглядели, как разговаривали. В общем, более-менее так что-то, понятно, интересно. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. Пишите в комментарии. Может быть, я что-то упустил. Может быть, при просмотре фильма вы что-то свое найдете. Какие-то другие моменты. Я так просто просмотрел быстренько. Вот. И записал этот ролик. Потому что, ну как, время идет. А фильм, он как капсула времени. Сохраняет то, что вот увидели. То, что камера запечатлила. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий из Орла. С вами был Дмитрий из Орла.